Кубок Урала один из фирменных турниров Оренбуржья. Он традиционный, 27 по счету. Лишь в прошлом году не проводился из-за пандемии. Ковид еще не отступил, многие соревнования отменяются или переносятся. Поэтому сейчас в Бузулуке аншлаг съехалось как никогда много участников. Если учесть, что в стране 16 школ прыжков в воду, 13 из них сейчас прислали своих представителей. Скорочных соревнований здесь нет, но в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом у нас количество соревнований сокращено. И, конечно, каждый старт для нас это на весь золото. Об итогах еще рано говорить, у нас только первый запрыг прошел, но мы, конечно, надеемся на хороший результат. Внушительный, количественный и качественный состав участников гарантирует борьбу во всех видах соревновательной программы. И на трамплинах, и на вышке. Возрастные категории разнообразны, от малышей до взрослых. Первые комплекты медалей разыграли самые юные. На метровом трамплине победили девочки из Подмосковья. У нас приехало 8 человек. Да. Всего человек, всего здесь, 200 человек. А приехала наша с голодой электростайль 8 человек. Я двукратная чемпионка России. На первую сеть Россия выступала, заняла 2D. Местные бузулукские прыгуны – одни из всероссийских лидеров. В первый соревновательный день подтвердили высокий класс наши главные силы. Мастера спорта Егор Лапин и Мария Бутинова стали победителями в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина. А сегодня младшая сестра Марии Бутинова Екатерина в своем разряде выиграла метровый трамплин и стала второй на трехметровом. Также победа на счету Дарьи Демидовой. Нет сомнений, что у хозяев будут и еще медали. Соревнования Кубка Урала завершатся в пятницу. Анатолий Юденич, Владимир Коробов. Новости дня.